Всем привет! Это Денис из Новой Зеландии. И сегодня у нас на повестке извечно острый вопрос. Можно ли иметь дела с русскоязычными работодателями за рубежом? Проживая в Новой Зеландии с 2011 года, я наблюдаю, как регулярно всплывает эта тема. И каждый раз это провоцирует бурную реакцию людей в русскоязычном сообществе. Наверняка вы и сами слышали, главное правило не иметь дел с русскоязычными. Я не берусь ручаться, что, к примеру, в США, Таиланде или в Испании все абсолютно аналогично. Но все же на примере конкретно хорошо понятной мне Новой Зеландии разберу основные моменты данного щепетильного для многих нюанса. Как показывает практика и общение с людьми из разных стран в целом, ситуация примерно похожая, по крайней мере, среди англоязычных стран точно. Я достаточно подробно опишу свои мысли на этот счет. Итак, начинаем. За годы своей жизни в эмиграции мне довелось посмотреть на ситуацию со всех сторон. Был я и свежеприехавшим зеленым эмигрантом, с так себе английским. Искал работу и непосредственно работ, в том числе и с русскоязычными работодателями. Спустя какое-то время сам нанимал людей в компанию, а затем и был непосредственно работодателем, нанимающим как иностранцев, так и русскоязычных. Ну и кроме того, я помогал и помогаю очень многим соискателям найти работу. А работодателям найти хороших сотрудников, наблюдая за их отношениями со стороны. Конечно же, много общался с разными людьми в сообществе, так что невольно, так сказать, наслушался историй с разных сторон. Начнем с совершенно типичных примеров, пожалуй, вот самых-самых распространенных. Пример первый. Обычно это происходит суетным человечком, который считает, что все можно решить по-легкому. Нужно просто быть похитрее и попроворнее. Я называю такого человека мутила. От слова мутить, да. Он находит какого-то не слишком близкого русскоязычного знакомого в Новой Зеландии, у которого есть бизнес. Чаще всего почему-то это строительный бизнес, хотя бывает и в разных отраслях. Мутила убеждает работодателя, которому действительно очень нужны сотрудники, что может делать все, любую работу, ответственно и хорошо. И нужно лишь помочь ему получить рабочую визу, а он взамен станет незаменимым сотрудником и вообще будет по гроб жизни обязан. Работодатель перестраховывается немного и предлагает человеку приехать сначала, например, по студенческой визе, получить язык, а воспользовавшись правом официальным на подработку, начать, собственно, работать. Проявить себя на месте, после чего уже можно перейти к рабочей визе. Повторюсь, в этом типичном примере работодателю очень нужны сотрудники, и он действительно готов вписываться в реально хлопотный и финансово, и по трудам процесс. Оформление рабочих виз для кого-то себя зарекомендовавшего это окей, а для кота в мешке совершенно не хочется. Сотрудник летит на курсы, чудом получив студенческую визу, ибо обычно умутил все очень плохо с документами, и в течение всего процесса это сплошная нервотрепка. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Все неофициально, деньги непонятно откуда, визовая история мутная. Очень часто почему-то русскоязычные мутилы едут из Юго-Восточной Азии, я давно на это обратил внимание. Видимо, среда как-то располагает, там и визораны, и купленные студенческие визы, и неофициальные работы, и неофициальные доходы. В общем, все благоволит натуре мутилы. А в Новой Зеландии и прочих англоязычных странах такое не любят. Особенно власти, естественно. Тут чаще всего все официально и в белую, и это даже проще. Хотя и тут встречаются мутилы, конечно, но скорее в виде исключения. Так вот, приехав в цивилизованную страну, человек, увлеченный мутками, а не подготовкой к поездке, к своему переезду, неожиданно для себя узнает, что жизнь тут дорогая, что низкоквалифицированная подработка не окупает достойный уровень жизни, что работать на стройке тяжело. Недовольный наличием правил, их соблюдением, отсутствием возможности проявлять свое мутилово, человек начинает негодовать. Сначала гнев падает на работодателя, ибо, как кажется мутили, платят ему недостаточно много. И ничего, что все оговорено и прописано официально и заранее, что предварительно все легко проверить, с доступной ныне информацией о рынке труда. Пожалуйста, узнавайте. Но спустя какое-то время мутилы находят другого работодателя, который платит аж на 2 доллара в час больше, и готов в черную отдавать еще сверху за неофициальную переработку. В итоге человек попадает в настоящую кабалу, ибо вынужден еще больше работать, зарабатывая не намного больше. Но ничего, он делает это ради визы, как ему думается. Он начинает пропускать учебу, так как сил уже действительно мало, чтобы успевать везде. Он живет в каких попало условиях в целях экономии. Окружают его точно такие же мутилы, или просто какие-то работяги, которым вообще ничего не надо. И в его глазах страна становится именно такой. Плохие условия жизни, дороговизна, тяжелый труд, и природа даже становится уже не такой привлекательной, как это было раньше. А потом происходит и вовсе интересное. Оказывается, неожиданно, что мутила не может получить рабочую визу, как строитель, ибо он вообще-то маркетолог по образованию. Еще и без официального опыта работы кем-либо адекватным, близкого к строительной индустрии. Мутила в отчаянии еще пытается что-то предпринять. Попытаться, например, убедить работодателя оформить себя в компании как менеджера или маркетолога, но его неминуемо ждет провал. Без визы, разочарованный, вообще и страной в целом, и русскоязычными работодателями, на всякий случай вообще всеми, он едет домой плакать. К сожалению, именно от таких персонажей больше всего вонит. Не даром говорят, что мал клоп да вонючий. Они виднее онлайн, и им нужно как-то вываливать свой гнев. А потому может сложиться ошибочное мнение, что все именно так. Но на деле же все так только в их кривой и непродуманной истории. Не будьте мутилами, продумывайте все заранее, выстраивайте свой путь как специалисты, либо ищите полноценную работу, либо приезжайте учиться на конкретную специальность, находите квалифицированную работу, зарабатывайте достойные деньги при достойных условиях и получайте спокойно все ваши визы, резиденство, гражданство и все, что хотите. Пример второй. Ушлый предприниматель, уже начавший делать дела в Новой Зеландии, однажды решает, что граждане РФ и СНГ с радостью помчат в далекую страну пахать за минималку ради визы. Я таких называю рыбовладельцами. Они предлагают переезд в Новой Зеландию как рыбу твоей мечты. Как правило, такой работодатель сам был когда-то мутилой, который таки сумел закрепиться кое-как. И метод дедовщины работает тут как никогда кстати. Я когда-то с три копейки пахал и ничего, в люди выбился. Ты давай тоже по поте теперь. Я вообще нелегально за меньшие минималки работал, батрачил. Так что скажи спасибо, что я тебе даю уникальную возможность работать за официальный минимум. Вокруг рыбовладельца, как правило, есть еще несколько ну таких паразитирующих мух, которые через социальные сети какие-то свои контакты находят кандидатов на трудоустройство из недбогатых регионов бывшего СССР. Затем такой сотрудник, который думает, что на него свалилось счастье и главное это оказаться за границей, а там все пойдет как по маслу, прилетает и приступает к труду. Ответственно, отрабатывая свой контракт, он понимает, что на его должности зарплаты все же повыше того, что ему было предложено. Но на разговор о том, что хотелось бы больше зарабатывать, рабовладелец, рыба-владелец, отвечает в стиле «Будь благодарен, что тебя вообще-то тут привезли». Понятно, что через какое-то время следует болезненное расставание со взаимными претензиями. Сотрудник вынужден в панике искать новое место, работодатель не занимается развитием бизнеса, а ищет новую жертву для эксплуатации. А решение тут снова простейшее. Подготовьтесь информационно. До подписания каких-либо бумаг узнайте зарплату в вашей индустрии. Вам действительно могут предложить условия по нижней вилке дохода, но это уже нормальные рыночные отношения. Вам предлагают зарплату и возможность сделать визу. Не можете найти лучший, но решайте сами, соглашаться или нет. Предварительно оценив стоимость жизни в стране, потенциальные сложности, а также перспективы дальнейшего роста для вашего конкретного случая, общайтесь заранее с работодателем подробно. Обо всем. И если уж подписались, то винить кого-то уже глупо. Вы соглашаетесь на те или иные условия сами. Справедливости ради, примеры номер два я встречаю за годы жизни в Новой Зеландии в разы меньше, чем примеры номер один. Хотя общая черта и тех, и других это поведение в стиле «мне все должны». Все вокруг виноваты, кроме самого человека. Любопытно, что со стороны такие истории очень легко делаются однобокими. Один пожаловался на другого, упустив важные детали, и все. Либо работодатель подлый эксплуататор, либо сотрудник неблагодарный прохиндей. А вот послушав истории с обеих сторон, все встает на свои места. И так уж получается, что чаще всего оказывается, что вина вовсе не за работодателем. Новая Зеландия – довольно маленькая страна. Все друг друга знают так или иначе. Как в русскоязычном сообществе, так и в конкретных индустриях. Потому и соискатели, и работодатели строят свою репутацию по кирпичикам постепенно. А вот разрушить это строение можно довольно легко и быстро. Не совершайте таких ошибок. Договаривайтесь обо всем заранее. Не пытайтесь обхитрить. Лучше откровенно обсуждайте все, что вас волнует. Передварительно, конечно, подробнее узнав обо всех нюансах работы из разных источников. И подписывая документы, давая обязательства, выполняйте до конца. Итак, можно ли доверять русскоязычным? Можно ли иметь с ними дела? Смотрите, на мой взгляд, ответ очень прост. Национальность и язык тут ни при чем. Я знаю множество примеров, где непорядочно вели себя англоязычные, китайцы, индийцы, европейцы. Где они платили даже меньше нижней вилки средних зарплат. Впрочем, если они не нарушили закон, а вы соглашаетесь, то это уже ваши проблемы. Не стоит винить в этом кого-то еще. Ищите еще. Ищите лучше. Кстати, говоря об оплате труда, важно понимать, что в Новой Зеландии бизнес вести легко. А вот зарабатывать на нем деньги совсем непросто. И многие русскоязычные предприниматели сами иммигранты. Кто-то давно, кто-то недавно сам проходил через эти все трудности. Так что вполне логично ожидать, что далеко не у всех могут быть финансовые возможности, позволяющие платить сразу рыночную зарплату, ну или выше. Это реалии бизнеса, особенно в его начале. По крайней мере, я вижу, как часто русскоязычные работодатели действительно помогают своим сотрудникам. С релокацией, с визами, да вообще по многим житейским бытовым вопросам тоже. Все зависит от человека, а не от национальности. И в данном конкретном случае язык не прибавляет, ну и не убавляет какой-либо надежности. Я хорошо понимаю, что у вас может быть слабый английский, либо общая неуверенность в себе из-за этого. А потому логичным кажется поиск работодателя, говорящего с вами на одном языке. Но учитывайте, пожалуйста, что при этом вы сильно ограничиваете свои возможности. Так что, даже если вы идете на такую работу, не забрасывайте, пожалуйста, английский. Порой устроиться в англоязычную компанию все же будет полезнее в виде настоящей языковой практики. Хотя бы. Подводя итоги, я хочу дать вам несколько полезных ссылок. В описании вы найдете ссылку на нашу статью о том, как искать работу в Новой Зеландии. Там много бесплатного материала, семинаров и прочего. Ну, что мы делали для вас и копили годами. Кроме того, оставляю ссылку на наш онлайн-курс по поиску работы в Новой Зеландии. Он стоит недорого, при этом помогает вам грамотно составить резюме, подготовиться к собеседованию и в целом намного-намного эффективнее искать работу. Проверено это работает. Ну и, конечно, ссылка на нашу онлайн-школу английского языка. Чем лучше будет ваш английский, тем проще вам будет на любом этапе. Учитесь где угодно и когда угодно. И в виде паскриптума. Будучи довольно активным членом русскоязычного общества в Новой Зеландии, я видел в нем много и хорошего, и плохого. У нас тут есть откровенные и токсичные вонючки. И они, к сожалению, активнее хороших людей. И это один из немногих доступных для них способов самореализации. Впрочем, легкий профилактический онлайн и офлайн-бам помогают делать ваш мир несколько лучше. Просто не обращайте внимания. Фильтруйте ваше окружение. Наше сообщество в Новой Зеландии ничуть не хуже всех остальных. Люди. Везде люди. Немного бдительности и подготовленности, а самое главное честность и откровенность прокладывают дорогу к большим достижениям. Чего я вам и желаю. До новых встреч. Пока-пока.